Здравствуйте, дорогие друзья! Это время модной биографии. И сегодня героиней моей истории будет женщина, которая вдохновляет меня, которая просто поразила меня, когда я о ней узнала. Это Изабелла Блоу. Это была женщина с непростой судьбой, она могла бы сейчас здравствовать, если бы не печальные обстоятельства, но обо всем подробнее. Изабелла Блоу главная модница Англии, эпатажная икона стиля и редактор модных журналов Татлер, Уок, Сандэй Таймс, модный консультант и эксперт. Именно она открыла миру Александра МакКуина и вдохновляла Филиппа Трейси. Ее появление на модных показах ждали не меньше, чем самих показов. Она носила вместо шляпки Амара с драгоценными камнями и оленьи рога, драпированные черным кружевом. Заслышав в редакции звук ее голоса, ассистентки спешили переобуться в туфли на каблуках и накрасить губы. Она полагала, что для женщины ходить в джинсах и без макияжа – преступление. Ее съемки сравнивают с искусством Сальвадора Дали. На ее вкус равнялась вся модная индустрия Британии. И, пожалуй, единственное, что могло сравниться с блеском таланта Изабелла Блоу, была безжалостность ее судьбы. Изабелла Дельфс Броттон родилась 19 ноября 1958 года в Лондоне в семье майора сэра Ивлина Дельфс Броттона, 12-го баронета Броттона и его второй жены Эллен Мэри Шор. Детство Изабелла провела в поместье Додингтон в графстве Чешир в родовом гнезде Броттонов с 14-го века. Едва ли не самым волнующим переживанием детства Изабелла считает примерку розовой маминой шляпки перед зеркалом. Возможно, именно тогда возникла ее любовь к шляпкам, потому что мы затем узнаем, насколько она действительно любила этот аксессуар. В 1962 году произошла трагедия. Пока папа разливал коктейль, мама стояла и красила губы перед зеркалом, в бассейне утонул брат Изабеллы. Возможно, это как-то связано с моей одержимостью помады, скажет позже Изабелла. И родители, и в первую очередь мать не в силах пережить такую трагедию и теряет интерес к дочерям. В 1972 году мать ушла из семьи, отец женился заново, а мачеха дает девочкам понять, что они уже взрослые и пора бы начать жить самостоятельно. Тогда Изабелла переезжает жить в Лондон и берется за достаточно экстравагантные для аристократки занятия. Она моет полы и торгует печеньем. В 1979 году, наконец-то, этап мытарств для Изабеллы заканчивается. Изабелла отправилась в Нью-Йорк изучать в Колумбийском университете искусство Древнего Китая. Экстравагантная гостья из Старого Света быстро стала любимицей нью-йоркской богемы. Изабелла подружилась с популярным художником, изобретателем поп-арта Энди Орхолом на первую встречу, с которым пришла в разных туфлях. Она безответно любит художника Жанна Мишель Баскеа и работает у модельера Ги Лароша. В 1980 году произошел поворотный момент в карьере Изабеллы Блоу. Один из ее приятелей посоветовал сходить на собеседование к креативному директору журнала «Вок» Анне Винтур. Об их первой встрече рассказывают так. На столе у Винтур лежала биография английской писательницы Виты Саквилл Уэст. Увидев книгу, Изабелла призналась, что читала ее трижды и каждый раз плакала. На что Винтур холодно ответила «Изи, плакать совершенно не о чем». Однако они быстро нашли общий язык. По словам Анны Винтур, ей очень нравилось, что ее новая ассистентка каждый день была разной. То она одевалась как панк-дива, то превращалась в чопорную секретаршу. В общем, вела себя крайне непредсказуемо и она продолжила старую добрую традицию английских эксцентриков. Об этом я вам рассказывала в одном из прошлых роликов. В 1986 году, после нескольких лет работы в ВОК, Изабелла возвращается в Лондон и устраивается работать в Татлер ассистентом директора моды. Через два года она знакомится с арт-дилером Дитмаром Блоу. На ней шляпка со страусиным пером, на нем розовое пальто дедушки, который когда-то работал послом на Шри-Ланке. Любовь, шляпки и пальто, как выражалась сама Изабелла, вспыхнула с первого взгляда. В 1989 году возлюбленные сыграли свадьбу в Глостерском соборе. Изабелла шла под венец в платье из пурпурного бархата с вышивкой в виде ожерелья и невероятной шляпки, больше похожей на средневековый шлем. Головной убор тогда сочинил никому неизвестный шляпный мастер Филип Трейси, студент Королевского колледжа искусств. Еще не вернувшись из свадебного путешествия, Изабелла пригласила Трейси поселиться у нее дома и делать шляпки. Тот охотно принял приглашение и скоро о нем узнал весь свет. В 1993 году Изабелла Блоу является редактором Татлер, Уок и Сандэй Таймс, а также консультирует Дюпонт, Лакост и Сваровски. При этом сама себя она называет свиньей, которая находит в трюфеле. Одним из известных людей, известных личностей модной индустрии, кого она открыла миру, является Александр МакКуин. Его она нашла среди выпускников на показе в колледже Святого Мартина. И именно Изабелла Блоу выводит на подиумы Стеллу Тенант и Софи Даль. Последнюю, кстати, она нашла буквально на улице всю в слезах после ссоры с матерью. Нам всем казалось, что Даль просто толстый подросток. Удивилась впоследствии писательница Плам Сайкс, близкая подруга Изабеллы. 2002 год. В мире моды Изабелла Блоу имеет непререкаемый авторитет, а ее наряды ходят восторженные слухи. Филипп Трейси в том же году устраивает выставку ее шляпок, которая пользуется бешеной популярностью. Сама Блоу, чьи главные уборы стали легендой, говорила, что ходит к Трейси вместо психотерапевта. Когда мне плохо, я иду к Филиппу, закрываю лицо, и мне становится просто отлично. Блоу убеждена в собственной уродливости. Да, ее внешность действительно далека от модельных стандартов, но в ней и ее образах видна фантастическая органичность. В том же году Том Форд приобретает линейку одежды Александра Маккуина, при этом же Изабелла Блоу остается почти что без денег. Она к ним очень ветрено относилась, могла тратить все на безделушки, совершенно не заботиться о своем финансовом благополучии, хотя могла, например, открыть агентство и получать неплохие деньги. По сути, она и работала в режиме агентства, которому никто не платил. Большие мучения в середине 2000-х годов Изабелле Блоу причиняет отсутствие детей. Мы с дитмором словно два экзотических фрукта, которые не дают плодов, если их скрестить. Печалится Изабелла. Попытки забеременеть ничем не заканчиваются, и позднее у нее было выявлено онкологическое заболевание. Вместо детей она заводит черного мопса, которого называют Альфи. Ее депрессия усугубляется тем, что мать мужа предъявляет свои права на поместье, в котором они жили, и, по сути, выгоняет супружескую пару из этого поместья. Изабелла постоянно находится в разъездах, у нее появляются какие-то мимолетные романы, и все это заканчивается тем, что она предпринимает попытку самоубийства. Она прыгает с моста Хаммер-Смит, но выживает. Ее лодыжки теперь раздроблены, и она уже никогда не сможет ходить на каблуках. Затем она с мужем снова воссоединяется в поместье, где они жили до этого, но депрессия до последних дней жизни не оставит Изабеллу Блоу, и позже ситуация только усугубится. В 2007 году произошла очередная попытка суицида. 6 мая во время домашней вечеринки Изабелла сказала гостям, что идет в магазин, но ее нашли через несколько часов. Изабелла убила себя гербицидом, с помощью которого ушел из жизни ее свекор. Она умерла на следующий день в госпитале. «Думаю, она и там была в платье серебряной парчи 30-х годов, пускай даже по мятам. То, как ты выглядишь, важнее всего, даже в такой ситуации», сказал ее друг, редактор Уок Хамиш Боулс. Похороны Изабеллу Блоу проходили в Глостерском соборе, там же, где она шла под венец в шляпке от Филиппа Трейси. Ее гроб вместо венка украшала одна из ее шляпок. Весь цвет модного мира пришел на каблуках и с красной помадой на губах. «Я обернулась. Вокруг все были точь-в-точь, как Изи», сказала ее подруга, американская писательница Плам Сайкс. В 2010 году Британским советом моды учреждена премия имени Изабеллы Блоу «Творец моды». Стиль Изабеллы Блоу. Бескомпромиссный стиль Блоу помог ей стать авторитетом в мире моды. К ее советам всегда прислушивались, а рекомендации выполняли безоговорочно. Из каждого своего выхода Изабелла устраивала настоящее шоу. Она почти никогда не появлялась в обществе без шляпки от Филиппа Трейси. Самые экстравагантные модели в виде лобстера, оленьих рогов, бабочки или собственной фамилии Блоу. Изабелла Блоу была настолько одержима модой, что не пропускала ни одной новой коллекции, ни одного показа, ни одной модной выставки, ни одной премьеры. Причем ее появление с нетерпением ждали все, потому что каждый ее наряд производил настоящий фурор. Вспомнить хотя бы историю, как она пришла однажды на один показ в костюме Жанны Дарк перед казнью. На ней был предсмертный наряд и шла она грохоча кандалами. На ней насмехались, ее проклинали, но всегда в первенстве было именно ее издание. Своих подчиненных Изабелла Блоу держала в строгости. Она не считала дурным тоном одеваться роскошно с самого утра, поэтому она приходила в офис в вечернем платье с вечерним макияжем, с шикарной шляпой. И все сотрудницы, зная, что сейчас придет Изабелла, срочно надевали шпильки, красили губы, даже если до этого они ходили не накрашенными и в обычных балетках. Страницы своего раздела в журналах Изабелла безостенчиво использовала для пропаганды собственных взглядов на моду. Она определяла его как шикарную порнографию. Если наряд не нес никакой сексуальной нагрузки, он ее не интересовал. Когда коллекция ей не нравилась, она выражений не выбирала. Сочетая свое мнение по поводу творческого потенциала дизайнера с большими сомнениями в его сексуальных способностях. Цитаты Изабеллы Блоу. Кто-то увлекается садоводством, кто-то кулинарией, а моя страсть это одежда. Трудно признавать, но на самом деле я уродлива, хотя это звучит довольно субъективно, поэтому скажу, что я очень необычно. Белый цвет буквально пахнет роскошью. Возможно, потому что белые вещи постоянно надо отправлять в стирку, а далеко не все могут позволить себе подобную расточительность. Я не буду с вами разговаривать, если на ваших губах нет помады. Я ношу шляпы, чтобы держать людей на расстоянии. Они говорят, могу я поцеловать тебя? А я отвечаю, нет, большое спасибо, поэтому я и ношу шляпу. До свидания. Я не хочу, чтобы меня целовали все подряд. Я хочу, чтобы меня целовали только те, кого я люблю. Правильно подобранная шляпа может избавить ее обладательницу от необходимости делать пластическую операцию и уж точно способна излечить депрессию. Как мы поняли, депрессию шляпки от Филиппа Трейси не излечили. Лично меня Изабелла Блоу безумно вдохновляет. Я с огромным восторгом смотрю на ее фотографии. Очень жаль, что жизнь такого гениального человека так быстро оборвалась. Изабелла могла бы жить и радовать нас сами новыми образами, своими новыми креативными идеями для своих журналов. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне будет интересно знать, что вы думаете по поводу Изабеллы Блоу, по поводу ее эксцентричного стиля. Ну и если вам понравился этот ролик, если вы нашли для себя что-то полезное, то я буду рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!